Так, всем привет, всем нихау. Продолжаем Шерлока Холмса. Второе дело. Тайна исчезнувшего поезда. Поехали. Эта поездка за город пойдет вам на пользу, Холмс. Как ваш друг и ваш доктор, я на статисте насоветую вам полностью сменить обстановку. Свежий воздух, бодрые прогулки, наблюдения за птицами, колка дров. Звучит непри... Я имею ввиду, конечно, что звучит восхитительно. Но вы так и не сказали, кто ваш друг. Тот, к кому мы поем в гости. Он любитель пчел. Любитель пчел? Имейте ввиду, он их разводит? Должно быть, миссис Хадсон несет теплые вещи, о которых я попросил. Кое-кто желает вас видеть. Нет времени, прогоните его, кем бы он ни был. Да, Холмс, нам в самом деле пора отправляться. Так, господа, не так быстро. Потому что я не успела читать. За пятерых. Майкрофт. Шерлок. О, мистер Холмс, возможно, вы не помните меня. Я доктор Ватсон. Мы встречались в клубе Диоген несколько лет назад. Я написал о нашем знакомстве в рассказе, который позаглавил чокнутый переводчик. Он вас помнит, Ватсон. Мой брат помнит все, и именно поэтому его так ценят в правительстве. Мы собирались отправляться на вокзал. Я знаю. Вы знаете. Шерлок, мне нужна твоя помощь. Появились люди, представляющие угрозу для нашей страны и королевы. Ты должен помочь нам этими своими методами. Нужна помощь. Не те слова, с которыми ты ассоциируешься у меня, Майкрофт. Я написал тебе письмо, но ты не ответил, и это дело касается не политики, а людей. Людей, похожих на тех, которых ты пытаешься защищать своих небольших детективных уличений. Все касается политики, если речь о тебе, Майкрофт, я не заинтересован. Предложи своим агентам, шпионам или кому-то похуже взяться за эту работу. Ты защищаешь своих людей, но они имеют до крайности мало общего с теми, кому я предпочитаю помогать, уверяю тебя. В этом все дело. Ты думаешь так же, как и они. Кто такие они? Веселые молодцы. Молодцы. Он говорит о веселых молодцах, шайке террористов, идеалов. Шерлок, пожалуйста, обдумай это. Они замыслили что-то дьявольское. Твоя страна нуждается в тебе. Ты нуждаешься во мне, и ты не вся страна, хотя если ты еще немного прибавишь в талии... Мисс Хадсон, в чай нет необходимости. Доктор Ватсон, проводник поезда мистер Паркер предупрежден, что вы опоздаете на 7 минут. Ваши места в четвертом вагоне поезд будет вас ждать. Шерлок, наслаждайся пребыванием. И пожалуйста, хотя бы напиши мне, когда вернешься. Ребята, вы слишком быстро читаете, я не успеваю. Я не такой суперчтец. Так, что это? Сувенир. Гарпон, которым убили Питер Керри. Прикольно. Так, это хроника. Рейтинг личности Искатель. Ну, это да. Питер Керри был убит Патриком. Но это... Я читал это в прошлой... Ну, да, в прошлой серии. Поэтому... Это мы выполнили. Выходим отсюда. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Так, письма взять. Что здесь? Письмо. Смузы. От лондонской полиции не скрыться. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри, также известного как Черный Питер, раскрыто. Сведения, полученные Скотланд-Ярдом из надежного источника, недвусмысленно указали на то, что убийцей Питера Керри был Патрик Кернс, один из его подчиненных-гарпунчиков. Этот опасный преступник был, собственно, наручно пойман Браун-Инспектором Лестрейдом, одержавшим вверх в рукопашной схватке. Патрик Кернс уже приговорен к смертной казни. Блин. Ну, как обычно, они все время все переворали, потому что я, Холмс, бился с этим парнем в прошлой серии, я победил, а Лестрейд был прям-таки с первого удара уничтожен и очнулся только тогда, когда я его уже поймал, поэтому... А вот то, что он приговорен к смертной казни, можно было бы его помиловать. Вот, потому что у него были, как бы... Он убил убийцу, так скажем. Вот так вот. Он убил убийцу. Холмс, постарайтесь пока свернуть чемодан, мы опоздаем на поезд. Рабритоби. Позаботься за нас, миссис Хадсон, Тоби. Че здесь, как обычно? Понятно. Да, Холмс, ну посмотри на себя. Посмотри на себя, друг мой. Так, я, кстати, забыл поставить таймер. Ватсон, я возьму нам Кэп, выезжаем на станцию через пять минут. Неделю спустя. Они выехали. Какая темная ночь. В зале ожидания было теплее. Поскольку начальник станции сообщил, что поезд прибывает, нам не придется долго ждать. Вот, наконец. Внимание, поезд прибывает на станцию. Держитесь подальше от края платформы. Я возьму сумки, ваш треклятый чемодан с архивом, что? Не знаю, что это такое. Но, Холмс, огни. Они погасли. Что-то произошло, я не слышу звука приближающегося к поезду. Простите, сэр, вы не объясните, что произошло? Я, я, я не знаю, это как бы, если бы поезд растворился в воздухе? Холмс, скажи хоть что-то. Быстрее, захватим фонарь и посмотрим. Что за дичь? Слишком темно. Только туман и рельсы, ничего больше. Нет смысла осмотрелся ночью, мы вернемся сюда утром. Мы вернемся в тюмору. Тюмору. Следующим утром очень рано. Вот мы и снова на станции Ивши. Впереди длинный день. Начнем наше расследование. Так, осмотреть место исчезновения. Так, задание. Главное задание раскрыть тайну исчезнувшего поезда. Осмотрите пути, где исчез поезд. Ночная станция, ожидание поезда. Невероятная загадка. Холмс и Ватсон возвращаются с отдыха и попадают в самый центр тайны. Интересно. Так. Что бы мы сделать дальше, Холмс? Так, подожди, куда идти? Сюда? А. Понял. Это выход был, ясно. Идем сюда сначала, Ватсон. Открыть. Что здесь? Тикет офис. Музычка пошла. Музычка, интересно. Для начала смотрим там место, где исчез поезд. Хорошо. Хорошо. Подожди, а где он исчез-то? Он здесь исчез? Где? Блин. Не, подожди. Это опять выход. Он исчез вот в той стороне, по-моему. Донкастер, Лондон. Ясно. Он же здесь исчез, по-моему. Где-то, да? Так. Талант воображения позволит представить себе предметы и события, но только в ограниченных ситуациях. Что там, кого-то? Сконцентрируйтесь на пуске детаж. Именно на этом месте там что-то было, короче. Путевые шпалы, ничего особенного. Пустая бутылка. Брошенный предмет вероятно используется. Земля. На земле отсутствуют следы транспорта или людей. Рельсы не трогали, здесь нет ничего особенного. Подожди, что ты сделал? Нет никаких, блин, того, что поезд проезжал. Блин, телефон отвлек. Ну ладно. Оу, я вижу, что вы уклоните. Да, Ватсон, я улыбаюсь. Загадка выглядит крайне многообещающей. Расследование не будет простым. Нужно изучить карту района. Возможно, начальник станции одолжить нам одну. Так, найдите карту окрестностей, по-моему. Да, он сказал? Ну, здесь ничего нет. Абсолютно. Абсолютно ли ничего нет? А дальше можно пройти или он... Ну да, понятно. Он нас выкидывает. А здесь что есть? Ничего. Так, бежим к начальнику. Музло заиграло. Так. Смотритель станции. Доброе утро. Позвольте представиться. Меня зовут Шерлок Холмс. А это мой друг и коллега Джон Ватсон. Да, я вас помню. Начальник станции Эверет. Эверет. Вы здесь были вчера. Так вы мистер Холмс знаменитый детектив. Будете расследовать, что произошло? Yes. Полагаю, что так. Это невероятно, что весь поезд мог вот так исчезнуть. А если подумать обо всех тех педагогах внутри? Пассажиров, машинистов. Ну что ж. Пора бы тебя осмотреть. Мой френд. Мой бой. Так, что можно посмотреть? Интерестинг. Пока ничего особенного. Обручальное кольцо. На левой руке. Ага, пятна грязи. Интересно. А что ж ты такой, свинт, а? Значок смотрителя. И что-то еще. Что-то еще я пропустил. Не понял. В смысле? Подожди. А что я мог пропустить? Погодь. Подожди, в смысле? А что я пропустил-то? Где? Чего? Седые волосы. Офигеть. Мда. Так, информация о поезде. Вы не могли бы нам рассказать о самом поезде? Что ж, в нем не было ничего особенного. По крайней мере, ничего не вспоминается. У меня не особо цепкая память. Однако, если пожелаете, вы можете взять отчет о составе поезда. Он в моем кабинете. Inside my office. Нормальный. English. Я бы хотел получить подробную карту пути этого округа. Ну, конечно, можете взять то, что на стене в зале ожидания. Waiting Hall. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, станция идет туда, понятно. Здесь что? Заходим сюда. Куча мусора. Че за бред? Колокол локомотива. Старый сигнал для локомотива. Хм. Запчасть. Это деталь от локомотива. Это помещение используют как склад. Хорошо. Так, че здесь еще есть? Так, запчасти. Это деталь от локомотива. Поезд разобрали. Сдали в металл, прикинь. По-любому. Здесь сработает что-нибудь? Не знаю, ничего не бесполезного. Бесполезно. Ватсон. Еще целый поезд. Невозможно поверить. Просто вам приснилось, ребята. Отвечу. Так. Карту взяли. Все взяли. Целый поезд просто исчез. Это катастрофа. Да. Я согласен. Так, он тоже ничего не увидит. Не, здесь, наверное, ничего нет уже. Тикет офис. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, тикет офис. Что тут у нас? И сюда зайдем тоже. Телеграф. Телеграф. От телеграф. Ясно. Письменный стол. Сейчас найдем телеграммы. Посмотреть. Новая телеграмма. Думаю, сейс-30 с мистером Роббитс. Сообщение всем станциям. Мистер Роббинсон находится на станции Бридлингстон. Ясно. Так, что еще есть? Состав поезда. Вот состав поезда. Маршрут. Ноттингем, Лондон. Тип. Состав локомотив. Вагон для перевозки угля. Вагон первого класса. Почетный. А, почтовый. Специальный. Заказан мистером Роббинсоном. Вагон второго класса. Окей. Исчезнувший поезд имел следующий состав. Локомотив. Вагон для перевозки угля. Вагон первого класса. Так. Это я только что читал. Все отлично. Так, что-то здесь гудит. Непонятное. Здесь ничего нету вроде. Может, надо ведьмачье чутье использовать? Не, ничего нету. Но я не вижу. Не знаю. Ничего нет. Поехали, пойдем дальше. Пойдем дальше. Здесь, короче, надо каждый уголок обшаривать, чтобы понять, что делать. Хомс, как это вообще возможно? Чтобы еще с поезд. Да вот так вот. Взял и исчез, прикинь. Так, здесь... Там мужички какие-то сидят, стоят. Че дальше-то делать? Да отойди ты, Ватсон. Ну че ты встал-то здесь? Ну ты издеваешься. Ладно, давай отойдем. Двери сами закрываются. Так. Че нам надо сделать? Кэп. А мы где? А мы-то где? Мы здесь. Так, так, так. Раскройте тайну исчезновшего поезда. И че мне делать-то дальше? Я не понимаю. Спросить. Спросить Робинсона. А где он? Наверное, надо спросить у этого перса, где этот Робинсон. Да. Специальный вагон. Судя по отсчету о составе поезда, в нем был специальный вагон. Что это такое? Это секретный вагон. Его заказывают частные лица. Обычно в нем переводят что-то ценное. У таких вагонов железные стенки без каких-либо окон, и они закрываются на сложный кодовый замок. Это важная информация. Вам известно, что перевозили именно в этом вагоне? Разумеется, нет. Нет, он частный, и я не имею права открывать его кому-либо. Как обычно. Так, пассажиры. Был ли что-либо необычное, связанное с пассажирами поезда? Что вы имеете в виду? Вроде политиков? Я не знаю. О, но сейчас, когда вы это сказали... Да, было кое-что. Пришла телеграмма со станции Бринлингтон. Поезд задерживается из-за проблемы с пассажирами, но какие именно проблемы они не написали. Это... Это даст интересно. Да, это интересно. Станция Брин... Бридлингстон. Вы упомянули проблему на станции Бридлингстон. Я бы хотел съездить туда. Вы не отметите ее на местной карте? Of course. Это пригорная станция. Вы можете взять Кэпденю. Кэп. See you later, my good man. See you later, my good man. Увидимся по... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. станция бридлингстон train station train service ясно музыку страшно какая-то начала играть здесь так здесь станция довольно немаленькая что делать будем дарова разгневанный пассажир успокойся расслабься релакс чела вот мой бой безобразие так всегда случается с этими компаниями никакого уважения к пассажирам давай-ка мы посмотрим на тебя замедление так здесь ничего шапочка всего все царское все хорошо так 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 стоп рабочий отдел а Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у меня жалобы... Мы не из этой компании, мы... Ну, в таком случае, мистер Шемброк Фломн... Прошу извините, я не в настроении заниматься пустой болтовнёй... Чё ты такой дерзкий? Ща я тебя засажу... Я тебя посажу, слышишь ты? Ты чё? Мистер Робинсон... Австралийская шляпа... Какой ты мерзкий чё ты... Братан, ты какой-то мерзкий... Ты мне не нравишься уже реально... Дорогая одежда, ну понятно... Ничего удивительного... Большое золотое кольцо... Так, а чемоданчик... Чемоданчик-то у него видел, да? Видел чемоданчик? Дорогие туфли... Кожа крокодила... Офигеть... Мистер Робинсон... Вы должны быть... Мистер Робинсон, верно? Я веду расследование дела об исчезнувшем поезде... Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мои вопросы... А, ладно, хорошо... Мне нечего скрывать... I have nothing to hide... Специальный вагон... Полагаю, что вы заказали специальный вагон... Да, специально для того, чтобы безопасно привезти мой прототип в Лондон... Мой прототип произведет революцию... Он может вырабатывать электричество... Я бизнесмен и инженер... Я уже нашел нескольких потенциальных заказчиков для моего изобретения... Но я очень надеялся на совет директоров, ехавших в поезде прошлой ночью... Так, руководство компании... Так, вы ехали в поезде... Мистер Робинсон, прошу уточнить... Вы сопровождали ваш прототип? Да, сопровождал... Но мне пришлось сойти с поезда из-за этого тупого начальника станции... Я получил телеграмму, что один важный человек, мистер Бромсби, желает встретиться в зале ожидания... Я просто сообщил вам... Мистер... Состоятельный джентльмен... Его интерес к моему изобретению был неожиданным... Так что... Да, я согласился на встречу... К несчастью... Его там не было... Я подумал, что, вероятно, он задерживается... И решил подождать... Но, несмотря на все мои просьбы... Поезд поехал без меня... Абсолютно недопустимо... У нас строгое расписание... Мы не могли ждать... Правила предписывают отправление поездов вовремя... Вы идиот... Вы за что? А, вы за это заплатите, я вас уверяю... Так... Ценность прототипа... Руководство компании... Ценность прототипа... То ваше революционное изобретение... Оно очень ценное... Боже мой, сэр... Оно бесценное... Оно способно изменить... Весь наш мир... И при этом... Я продавал его почти даром... Из любви к человечеству... Знаете... Как бы это... Не знаю, смогу ли оправиться после такой катастрофы... Не могу поверить, что оно исчезло в этом... Проклятом поезде... Вы упомянули совет директоров... Какую компанию они представляют? Чилийскую компанию... Барказас... Чего? Я договорился с ними на встречу... Но они исчезли вместе с поездом и моим прототипом... Что вам известно о компании... Барказас? Это большая южноамериканская компания... Они проявили большой интерес к моему прототипу... И у них бы хватило средств для вложения... Дилетный контролер застал покинуть поезд всех пассажиров... Кроме директоров чилийской компании... Барказас... 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 Ребята... Вам надо поменьше говорить... Я устал читать уже... Не успеваю... Так... У нас... Чё есть? Начальник станции Ившим получил телеграмму о том... Так... Что поезды задерживаются я и... Подожди... Так... Барказас... Директора компании Барказас... Продолжили ехать в поезде после станции Бридлингстон... На которой высадили остальных пассажиров... У нас появился Томас Робинсон... Робинсон состоятельный человек... Высоко ценится обществом... На что указывают дорогая одежда и золотое кольцо... Австралийская шляпа и туфли из крокодиловой кожи... Подают в нём иностранца... Возможно... Он в деловой поездке... Так... Рассерженный пассажир... Судя по рукам одежды... Он является специалистом рабочим... Нет багажа... Едет один... Не путешествует... Не в отпуске с женой... Ездит этим поездом каждый день на работу и обратно... Он привык к железной дороге и должен знать станции... И постоянных пассажиров... Ну, логично, да... Согласен, согласен... Так... Теперь и чем? Надо спросить... Надо спросить... А чего у кого спросить? Я не понял... Кто это? Начальник станции? Щель в полу... Интересинг... Листок бумаги... Документ... Ага... Страховой поезд для прототипа Робинсона... Приличная сумма... А че он здесь делал? Томас так застраховал свой прототип... Автономный электрический генератор... Настоящим полисом гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери... Максимальная сумма выплаты 50 тысяч фунтов... Строг действия 1 год... Возможно продление... А что делал этот страховой поезд именно здесь? Что он здесь делал в Чили? Слышь, смотритель... Ты как бы это... Че ты там пальцем тыкаешь? Там ничего нету... Я всех подозреваю... Все виноваты уже... Добрый день, джентльмены... Чем я могу вам помочь? Добрый день, сэр... Меня зовут Шелок Холмс... И я расследую исчезновение поезда прошлой ночью... Понятно... Я начальник станции Бертрам... Но мой... Мой шеф не давал мне распоряжение... Не знаю, можно ли... И беспокойтесь, у меня всего несколько вопросов... Так, давай-ка мы сначала... Его проверим... Кто ты? Молодой... Ясно... Молодец... Молодой молодец... Так... Чистая одежда... Явно в грязи не копался... Инструкции... Все как положено... Ага... Пятны чернил... Начальник станции... Эверт... Из... Ившима... Рассказал, что вы сообщили о проблеме с пассажирами прошлой ночью... Верно... На этом поезде регулярно едут рабочие из... Но вчера... Все застали выйти на моей станции... Не представляю зачем... Это задержало поезд... Но хуже всего то... Что мне нужно разбираться с двумя разверенными пассажирами... Которые жалуются на услуги компании... Они просидели здесь всю ночь... Но люди редко обращают внимание на правила... Знаете ли? Есть четкие и ясные правила... Параграф 2.3.4 статья 2.G.43 гласит... Что в случае жалобы вам следует... Да-да... Спасибо, я понимаю... Ой, короче... Эти ваши статьи, ребята... Забудь про них... Что-нибудь необычное вчера... Помимо высадки пассажиров... Заметили ли вы что-либо еще необычное прошлой ночью? Заметил... И я указал это в своем рапорте... Вышестоящему начальству... Что же это? Извините... Но я не могу вам сказать... Сообщения начальника... Конфиденциальные... Конфиденциальные, говорите... Как долго вы здесь работаете? Я работаю достаточно долго, чтобы... Научиться управлять станцией... Так... Страховой полис... В смысле... Помимо высадки пассажиров... Так... Заметил... Да... Подожди мне... Я ж только что это читал... Блин... А что мне ему сказать-то теперь? Подожди... Сообщение начальника секретное... Как мне его ломать? Подожди... Я не понимаю... Тап... Смотрите... Спросить... Страховой полис... Спросить... Начальник станции... Бридлингстон... Едва закончил учиться... Это его первое... Он относится к нему серьезно... Понятно... Блин... Ну вы начальник станции, может быть? Да... Позвольте говорить на чистоту, мистер Бертром... Ваши возраст и неуверенность в работе достаточно очевидны... Вы не можете отрицать, что лишь недавно закончили учиться... Я был лучшим на курсе... Послушайте, молодой человек... Я понимаю, что вы пытаетесь защититься всеми вашими правилами... Но я представляю закон... И вы препятствуете расследованию важного инцидента... Я бы предложил вам действовать сообща с мистером Холмсом... Подумайте о карьере... Это хорошо... Я расскажу вам все... Сначала я отругал билетного контролера... Это он сказал пассажирам выйти... Но он не имел права этого делать... Он был очень груб... И затем, уже позже, я получил очень... Своеобразную телеграмму от моего коллеги со станции Честерфилд... В следующей остановке по этой... Там что-то там туда-сюда... Ох... Странное сообщение... И что же было в телеграмме? Ну там очень странная вещь... Она практически нечитаемая... Множество ошибок... И все распространяется... По ней трудно понять... Отъехал ли поезд со станции или нет... Можете сами попытаться прочитать... Нам следует поехать на станцию Честерфилд... Нужно выяснить, видел ли начальник поезд или нет... Так... Станция... Утправился... Через пять минут, получается... Утправился... Ясно... Так... Дедуктивный анализ улик... Поехали... Интересно... Поезд исчез... Вместе с людьми... Нет... Нет... Так... Случайность... Чилийцы... Случайно оказались в поезде билетных контролёрах... Не заметил... Чилийцы исчезли... Директоров чилийской компании... Специально остались в поезде... Контролёр высадил всех пассажиров из поезда... Кроме чилийцев... Ну... Наверное, так... Так... Телеграмма... Ну... Наверное, здесь пока мало улик... Ладно... Мистер Ватсон... Понятно... Ты, как обычно, свою шарманку заводишь... Ясно... Здесь, кстати, больше ничего нету... Он нам не подскажет больше ничего... Или он всё время будет подсказывать, где использовать... Ведьмачье чутьё... Но это тогда не прикольно будет... Так... Надо спросить, наверное, вот этого... Что-то спросить у него... Страховка, да... Судя по этому документу, у вас есть страховка для прототипа... Оу... Слава Богу, где вы её нашли? Возле телеграфа... Должно быть выпало, когда я пытался отправить сообщение... Но мне помешали... Прошу прощения за это... Но правила запрещают пользование телеграфом для посторонних... Поп... Так... Попомните мое слово... Вы... Сами вырветесь яму, вы не знаете с кем там туда-сюда... Фух... Так, ценный саквояж... Смотрю, вы носите саквояж с собой... Почему бы не оставить его в комнате для багажа? Мне есть о чём думать и без этого... Я потерял свой прототип... А этот идиот-начальник стоит рядом и ничем не помогает... Да ничего не сделано... Начальник станции, полагаю, в правилах написано, что багаж должен сдаваться в багажную комнату? Я немедленно это сделаю, сэр... Прошу прощения, сэр... Этот Робинсон тут ещё тип, нужно узнать о нём побольше... Мне он тоже мне нравится узнать, что было в вагоне выполнено... Узнать больше о Робинсоне... Узнать больше о Робинсоне... Я не буду отменить от этого, до того, чтобы я получу мою рефенд... Узнать больше о Робинсоне... Так, надо узнать больше о Робинсоне... Багаж... Или что здесь? Ага, багаж Робинсона... Пора бы его осмотреть... Этот секвайш принадлежит мистеру Робинсону... Полагаю, нужно открыть у Холмс... У нас форс-мажорные обстоятельства... Я прослежу... Да вы ребята... Вы ребята конкретные... Скорим пошёл, взлом... Ах, ну понятно... Так, менять... Крутить... Ага... Прекрасно... А может быть и не прекрасно, подожди... Маленько не понял... В смысле? Ух ты... Не, подожди, не то... Слушай, это посложнее будет, чем предыдущее... Мне кажется... Прям чувствуется, что посложнее чутка... Да... Слушай, да, да... Не понял... А... А... Фигня полная... Хе-хе-хе... Скорим отдыхает... Деловые бумаги у нас тут... Сейчас мы посмотрим... Ваши деловые бумажки... Мистер Робинсон... Мистер Томас... Смотрите, Ватсон... Стопка контрактов... Очень подозрительно... Нужно внимательно их изучить... Так... Контракт... Это эксклюзивный кон... В смысле? А, это этот? Это эксклюзивный контракт на продажу... Прототипа изобретения... Предназначен для выработки и передачи электроэнергии... Автономным способом... Компания... Эмитсон... Электрик... Покупатель... Понимает, что... Покупает прототип как есть... И согласно... С этим... Мистер Томас... Продавец... Не несет ответственности... За любые проблемы... Которые могут возникнуть... С прототипом... После покупки... Независимо от того... Были ли они известны... Во время покупки... Покупатель обязуется внести... Залог в размере 10%... Стоимости прототипа... В момент подписания контракта... Остальная сумма... Передается в течение одного месяца... Ясно... Хорошо... Да, это эксклюзивный контракт... Мистер Томас... Продавец... Сэл... Ну... Влистаем... Контракт... Этот... Эксклюзивный контракт... На продажу прототипа... Да... Эксклюзивный... Прототип изобретений... Так... Предназначен для выработки... И передачи электроэнергии... Автономным способом... Компания... Гонконг... Дженерал... Электрик... Покупатель понимает, что... Покупает прототип... Как есть... Ну и здесь то же самое... По идее... Только... Только другие... Получаются эти... Продавцы... Ой... Покупатели точнее... Да... Все одинаково... Так... Этот эксклюзивный контракт... Так... Чилищская компания... Тоже... Должна была купить его... Так... Подожди... Здесь... Один прототип на всех... На... Не понял... Он хотел один прототип... Продать всем... Что ли? Трем компаниям? Чё за... Приколы... Как так? Что ж... Вполне очевидно, что... Мистер Робинсон... Собирал предоплату... С разных людей... За свой прототип... Так вот именно... У него был один прототип... Он собирал предоплату... По 10%... С... Четырех компаний получается... Э... Мистер Робинсон... Ты обманщик? Так... Прототип интересовал многих... Э... Блин... Чё мне никак не сообразить... В смысле... А... Специальный вагон, точно... Робинсон жертва... Потеря прототипа... Катастрофа для мистера Робинсона... Даже если он всё спланировал... Он потеряет больше, чем выиграет... Страховка не покроет всю стоимость прототипа... А у меня типа других вариантов нету, да? Так... Не, подожди... Специальный вагон... Мотив Робинсона... Потеря прототипа принесёт деньги мистеру Робинсону... Благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам... Ну... Пока что это да... Как вариант... Ладно... Пойдём ещё улики искать... Мешки с почтой... Так, так, так... Мне всегда интересно, что в основании Холмс... Не надо думать о моём уме, Ватсон... Просто стой и смотри, как я всё делаю красиво... Хх... Просто стой и смотри, как это делается... А, ну я зашёл в другой страны... Ясно... Я не перейду от тебя, пока я получу мою рефенд... Так, чё у нас... Раскройте... Так... Это всё... А, мне надо на... Честерфилд, получается, ехать, да, сейчас? Да, сообщение из Честерфилда... В сообщении от начальника станции Честерфилд было множество ошибок... Оно практически нечитаемо... Трудно понять, проехал поезд станцию или нет... У нас открылся начальник станции Бридлингстон... Очень молот... Так, он старается одеваться опрятно и внимательно исполнять обязанности... Свежие чернила на руке указывают на то, что он много писал... Похоже, он недавно закончил учёбу... И это его первое серьёзное назначение... Ну а чё делать? Как всегда... Сначала все такие серьёзные и суровые... А потом забивают Волт на работу... И всё... Здесь чё есть? Ничего... Это хорошо... Так, поехали на Честерфилд... Так, где чё... Где этот? Мне надо свой кэп... Вархаус? Что? Опа, я здесь не был, смотри-ка... А чё здесь есть? Да не, ничего нету, смотри-ка... Ничего, пуст... А если использовать ведьмачье чутьё... Не, тоже ничего... Походу... Походу он будет подсказывать, когда ему надо использовать... Мне прям хочется каждый уголок здесь оббегать... Мало ли чё-то... Ага, всё... Честерфилд, поехали... Так, станция Честерфилд, трейн-стейшн... Так, станцию Честерфилд скорее всего в следующей серии тогда мы посмотрим... Так что всё... Всем спасибо за просмотр... Все ссылки в описании... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok